Около двух месяцев осталось до начала зимней сессии для студентов высшего образования. Помимо традиционных специальностей в главном вузе республики появились новые. Прикладная геоматика, юриспруденция, политология и другие. По этим специальностям обучаются не только студенты из Якутии, но и иностранцы. О том, как учатся заграничные гости, расскажет Юрий Осипов. Очень, очень жду зимы. Еще не был в Якутии зимой. Но немного боюсь я. Страх Петра Янеца понятен. В Польше на родине парня температура не падает ниже минус 10 градусов. Год назад во время учебы в Краковском университете Петр приехал на практику в Якутию. Тут он узнал, что есть образовательные программы для иностранцев. С марта Петр Янец считается якутским студентом. Он хочет поступить в Северо-Восточный федеральный университет. Собирается стать магистром в области прикладной геоматики. Я уже в Польше закончил инженер лесоводства. Ну и думаю, что как закончу здесь магистратуру, я хочу уже начать работать. Петр живет как обычный студент. Своя комната в общежитии, постоянные пары, занимается футболом. Адаптироваться иностранцам в Якутии помогает филологический факультет. Мы используем нашу авторскую методику, которая позволяет им через 3-4 месяца уже достаточно свободно говорить по-русски. Бывает, что якутские студенты отправляются учиться за границу. В этом направлении СВФУ сотрудничает с десятками иностранных университетов. Например, будущий магистр Мирослав Бочкарев. В сентябре прошлого года он прошел через жесткий отбор и уже в феврале 2016-го отправился на учебу в Пусанский национальный университет в Южной Корее. Я там общался в основном только на английском, потому что там не было людей, которые знают русский язык. Я там изучал начинающий корейский, бизнес-инглиш, английское чтение. Ежегодно около 80 якутян обучаются и стажируются за пределами России. Студентов-иностранцев же в республике в разы больше. Сегодня в Северо-Восточном федеральном университете учатся граждане Китая, Южной Кореи, Монголии, Польши и других стран. В общей сложности более 300 человек. Юрий Осипов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.